Добрый день, читатели сайта ТП в Украине. Сегодня у нас в гостях участники группы «Время и стекло» Алексей Завгородний, он же «Позитив» и Надя Трофеева. Добрый день! It's your selfie! Говорят, сегодня селфи день. Это не праздник. Я согласна с тобой, но нам предложили бы уже отпраздновать, а почему бы не взять такой прекрасный повод и подарить его что-то приятное сегодня? Одень анти-селфи. Не единого селфи в этот день. Я думаю, что многие артисты застрелятся в этой картинке, конечно. Будут делать все. Напоминаем, что автор лучшего вопроса получит два билета на концерт «Время и стекло», который состоится уже завтра в клубе «Индига». Да, у нас в «Индига» завтра концерт, и если ваш вопрос будет крутым и будет интересным и креативным, то вы получите два билета на концерт в «Индига» завтра, в пятницу в Киеве. Итак, стартуем. Приходило очень много вопросов и достаточно интересных. Давайте начнем. София пишет. Здравствуйте, Надя, Леша. Как проходит ваш тур 505? Как вас радуют поклонники и какие запоминающие подарки вам дарили на концертах? Очень ждем клип. Тур 505 находится сейчас уже практически на финишной прямой. У нас, по-моему, если не ошибаюсь, осталось 4 концерта. Было их около 30. Я могу сказать, что этот тур запомнится мне точно на всю жизнь. Он был очень ярким, непростым. Мы очень устали. Мы были постоянно счастливы на сцене, потому что на наших концертах наблюдались «Иншлаги». В общем... Наблюдались. Наблюдались. Я говорю, как книга. На наших концертах наблюдались «Иншлаги». Цикл. Периодически мы видели одно пустое место. В общем, классно тур 505. Да, действительно прикольно. И, знаешь, что? Я посмотрел просто на график, и, по-моему, у нас добавились еще куда-то далее. У нас, в принципе, периодически добавляется один город, какой-то опять уходит, но, в общем, как-то вот так варьируется. И поэтому мы даже не знаем, когда будет все-таки конец и зеленый концерт. Но сейчас, в данный момент, мы попадаем с зеленым концертом в город Коблево. Да, и мы очень серьезно готовимся. Мы готовим шуточки над балетом, над нашей командой, над нашим директором. Объясни вообще, что такое зеленый концерт. Зеленый концерт – это обычно пошло из театра, это зеленые спектакли были. То есть так, что потом пришли в концерт. Это такая традиция, когда уже играется, например, в крайний концерт или крайний спектакль. И артисты, и актеры над друг другом начинают придумывать всякие приколы. Например, подкалывают друг друга так, чтобы не заметил это зритель. То есть это может быть все что угодно. Это может быть... Я, например, пробовал такое, мы сделали у нас такое, когда включали Надю, например, ее сольную песню, которую она пела в детстве. Или это может быть вместо меня выходит переодетый другой артист какой-то. Или просто зритель, например, исполняет песню. То есть такие подколы, которые просто будут идти на протяжении всего концерта. Но это очень весело, и на самом деле на такое стоит даже приехать с любого другого города и посмотреть именно на зеленый концерт. Поэтому приглашаю всех, кстати, в Коблево, это 8 июля. Ждем вас. Кстати, какие вам подарки вообще дарили на концертах? Что больше всего запомнилось? Подарков много очень. И самое главное, что они все сделаны были, большинство из них сделаны собственными руками. Это были плакаты, это были рисунки, это были коллажи, это были... Скульптуры сладкие наши. Полностью идентичны нашим костюмам. Я не представляю вообще, если честно, как можно было эту работу сделать. Потому что тщательно, так до аксессуара, чуть ли не до цвета ногтей, моего, например, образа. В общем, мы выкладывали эту фотографию в инстаграме, это было... Где-то было, где мы пронесли эти подарки. Очень много, но я не помню, что это было. Я помню, что это девочка София Браценюк ее зовут. И она к нам пришла и надарила просто уникальнейшие магниты с нашими фотографиями. Печенье с нашими фотографиями, торт с нашей фотографией. В общем, все с нашими фотографиями, нашими образами. Это очень приятно. Это приятно. Ну, конечно же, мы ждем, кажется, когда им начнут дать айпэда, айфоны, лакбуки. Ну, все в будущем. Все в будущем. Ну, вам, получается, еду часто, да, приносят в концерты? Еду часто приносят на концерты, да? Еду, кстати. Помню, на концерте в Киеве что-то там, то ли чипсы, то ли шатариф. У меня вот и орешек на сцене недавно. Орешек, да? Орешек. Ну, надо покушать. Орецкий орех? Да. Расколы-то идет. В общем, дети нам несут все. Все, что у них есть. Все, что есть в карманах. Оказывается в карманах. Они, видимо, у них во время концерта всплывает такая ассоциация «Надо покормить», и они несут нам вот все, что у них есть с собой. Ну, а если серьезно, то, ребята, мы уже сладкие, мы уже сыты. Нам хочется уже принимать горячее, соленое, колбасу. Что-то, чем можно накормить семью. Поэтому отнеситесь, пожалуйста, остальные просьбы, если к этой просьбе серьезно. Еще вопрос. Были ли во время тура 505 какие-то непредвиденные ситуации или курьезы? У нас каждый концерт, конечно же, был с какими-то приключениями. Где-то были проблемы со звуком. Вообще, проблема со звуком – это большая проблема всех артистов. И больше что-то не включается. Это проблема прокачеков. Да. Но мы не будем о плохом, будем о курьезах. Машина ломалась у нас, и мы чуть не опоздали на концерт. Слабоговарий не было у нас. Да. Травмы были во время тура? Ой, ну как-то... Ой, боже, я ломаю. Струбились здесь. Ну вот у меня, например, у нас был заезд 8 дней, 9 концертов, и у меня зажало нерв в спине. А, точно, точно. И все эти 8 дней мы не успевали ни поехать ни к врачам, ни куда-то. Просто у меня были обезболивающие какие-то. И выступили. Это было очень сложно для всех, потому что, ну, действительно, позитив был грустный. Ну, я вас не болтал так. В ту неделю. Да, и он, как только он поворачивал, отворачивался от зрителя, он мне показывал всю боль, которая вообще у него есть на лице. Мне становилось плохо. И точно так же вспомнила, было наоборот, в апреле, когда я подвернула фильм на ногу. И Леша объявлял, выходил в третьей песне, что Надя очень старается, но ей безумно сложно на таких каблуках танцевать. Зал весь поддерживал. Ну, в общем, самое страшное, это, в принципе, болеть. Болеть на концертах, заболевать в туре. У нас это было и у меня, и позитивы, и у наших ребят, потому что с таким графиком быть здоровым непросто. Но мы выдержали. Мы отработали все концерты хорошо. Я надеюсь, и дальше будем радовать вас здоровенькими, счастливыми. Ну, концерты из-за травмы не отменяли, да? Нет, безусловно. Мы же не эти... Никак начали. Не уточняем. Я хотела бы сказать пара артистов, потом потом... Анастасия пишет, у вас когда-то были смешные ситуации в отдельном концерте с вами или фанами? Смешные ситуации происходят постоянно, если ты общаешься со своим зрителем. Они бывают, говорят что-то очень смешное. Например, тебе несут цветы, а я спрашиваю привет мальчику. Мальчику было лет, я помню, 8, и он спросил мне привет. Я говорю, привет. А ты меня знаешь? Он говорит, нет. Я говорю, а почему ты пришел? Он говорит, мне мама сказала, и дарит мне цветы. В общем, в это разные случаи, особенно смешно общаться с детками. А какие-то неадекватные поклонники попадались во время концерта? Возможно, там какие-то угрозы были, писали? Вот честно, такого нет. Харьков. Новый год. Помнишь, когда нам в лицо летели мандарины? Не, ну если это не про тур, говорили. А ну-ка расскажите эту историю про мандарины. Дело в том, что, да, я уже, кстати, по-моему, тут же рассказывала эту историю, давно это было, это было на Новый год в Харькове, но я не об этом, я хотела сказать, что я запомнила этот день, что нам, когда мы только вышли на сцену, кинули несколько мандаринов, мне упал один мандарин в лицо, но я не об этом хотела. Вкусно было? У тебя так успела вопрос? Такое вкусное, что я думала, что у меня там уже лица нет на месте до конца концерта. Я думала, а вы, у меня такая уже гематома будет, но все было нормально, это было такое чуть-чуть. Часто бывают истерии. Да я не рассказала, я не об этом хотела сказать. За кулисами, я помню, был мужчина, очень взрослый, ему лет, ну, под 50 было. 50-х годов, да. И он мне, я помню, да, он каким-то образом оказался за сценой, хотя там была охрана, он мне схватил за руку, начал куда-то немножко тянуть, дал какую-то флешку и очень странно для меня так смотрел. Какие флешки? Немножко маньячно. Ну, директор меня сразу, Виталик, его забрал, выгодник заняли, не трогай, мало ли там что. А что? Надо посмотреть, может там, какие-то, может там, он свои стихи тебе передал? Слушай, ну... Или снял фильм про тебя, или, я не знаю, песни написал. Я, конечно, всегда, всегда сохраняю подарки поклонников, но этот случай был для меня странным, потому что потом в социальных сетях, ВКонтакте, я узнала по аватарке этого мужчину, и он мне писал очень странные вещи, немножко даже неприятные. Ну, и меня один раз обещали убить, но это мне не будет. Мне кажется, он сейчас смотрит и очень не обижается, на самом деле, это искренняя любовь какая-то. Там, я тебе потом покажу сообщение, там страшно. Ну, бывает страшно, да? Ну, бывает, я тоже помню, но это приятные такие моменты, даже милые в каком-то смысле, когда бывают истерики. Производят на день, когда, вот, часто бывает, когда ребёнок настолько рад видеть Надю, что начинает плакать и просто в истерике рыдать от счастья, ну, и ты не знаешь, что делать, как бы, я не жалко его, и такие бывают тоже. А бывает ещё, знаешь, когда, вот у нас недавно такой мальчик смешной, ему тоже лет 14, он, ах, 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 и у него вот эта вот реакция длилась минуты три, это было очень круто. А на свидание не приглашали поклонники или поклонницы? Визитку недавно дали, прямо на сцене, прямо во время концерта. Мы поём, мне тянет мужчина, взрослый мужчина, визитку, он говорит, позвони мне, я говорю, я замужем, чувак, прости, пожалуйста, уже поздно, он говорит, я по бизнесу. Ну, он тебе дал, он дал визитку, это же не то, что там по бизнесу. Ну, он, да, он сказал, что по бизнесу, но он что-то мне подсказывает, что сегодня нет. В первом году один с визиткой, да, придётся, обязательно там на дивизитку. У тебя как Вова реагирует, на такие поступки, по поводу. Ой, классно, он вообще с Вовной. Он радуется. Он радуется. С Вовной вместе с Ваней. Втроём. Ну, нечестно, что я с мужем буду. Нет, нет, нормально. Леша, ваша супруга не ревнует по поводу сам? Конечно, ревнует, но она уже просто, это же, всё-таки мы с ней 10 лет вместе, и она уже насмотрелась из группы Нескулы, из шестого времени, когда... Она уже привыкла, да? Да, и она привыкла уже, наверное, и уже как-то, ну, всё-таки 10 лет это хороший, большой срок, поэтому доверие присутствует полное. Ну, сцены реальности не устраивало, да? Раньше, вот, когда-то давно устраивала раньше, сейчас уже, конечно, нет этого, вот, ну, к поклонникам, к поклонницам тем более, то есть, лояльно, нормально, всё хорошо. Мне вообще кажется, что девочкам всегда сложнее в этом отношении. Конечно. Я Вову в самом начале изводила, ревновала страшно, а потом, когда мы уже года два повстречались, я успокоилась и поняла, что, наоборот, нужно, чтобы поклонниц было всё больше и больше. Я Вову прошу, чтобы он чаще общался с девочками в своем сетях. Да, то есть, у меня такой перелом произошёл, и я очень рада. Помудрилась, что ли, не знаю, повзрослела. Но это классно, классно, когда ты не ревнуешь и доверяешь полностью своему парковеру. Таня пишет, здравствуйте, Надя, Лёша, видела съёмки нового клипа, как они прошли, где проходила съёмка и почему именно парковка? И, шуток вопрос, почему нет образа позитива? Мы видели просто. Наверное, мы видели на фото. Ну и хорошо. Мой образ очень... Почему у тебя нет образа? Скажи мне. Он просто очень крутой, и поэтому мы решили его не светить сразу в СМИ. Поэтому всё увидели. Да нет, я не знаю, там есть фотки со мной. Почему? Проходила на парковке и не видела тебя. Да. Ну, конечно, там сложно было меня заметить, когда Надя стоит в пеньюаре. Пеньюаре на парковке. Почему на парковке? Потому что это очень интересная и необычная локация. Действительно, это непростая парковка. Она, во-первых, вся белая и она такая очень красочная. Мы там ещё парочку для антуража поставили трейлер. Даже, по-моему, его нашли на том же месте. То есть мы даже не привозили. Это трейлер, в котором живут рабочие там, строители. Вот, мы достали тут трейлера, в усилии рабочих этих. Поставили диван. То есть, ну, просто мы хотели сделать какую-то такую интересную уличную, какую-то гламурную андеграундную атмосферу. Вот. И поэтому такая локация. У нас ещё будет несколько локаций в клипе. Но это уже всё мы увидим в клипе. Потому что всё-таки что-то в тайне надо ставить нужно. Когда премьера клипа будет? Вот монтаж идёт полным ходом. Стараемся побыстрее. Я думаю, что ближайшие через 2-3 недели. Татьяна, ли вам было комфортно в таком образе сниматься? Ну, как вам сказать. Безумно красивый наряд. Но когда ты стоишь на парковке, а рядом проходят жующие, только что вышедшие из магазина, булочные люди. Они очень странно смотрели на меня. Не понимали, почему я полураздетая, нахожусь на улице. Но когда они уже видели камеры, понимали, что что-то творческое происходит, что-то интересное. И в принципе спокойно дальше проходили. Мне в принципе в таких нарядах комфортно. Я очень люблю, когда ноги открыты и закрыты более-менее вверх. Поэтому это для меня идеально комфортный наряд. Что такое? Я представляю, что ты стоишь и говоришь, да я и сейчас. Такая локация. Кристина пишет, почему у вас всегда такие странные клипы, кто в вам их делал? Ну, все клипы группы «Время и Стекло» снимают. У нас гимпродакшн, тот самый продакшн. Режиссер Леонид Колосовский. И к каждому клипу он очень серьезно готовится. Например, после «Имя 505», которым, внимание, 90 миллионов просмотров в YouTube. И 404, у которого больше 20 миллионов уже просмотров. Ну, мы не можем уже себе позволить снять что-то обычное, простое, где Леша просто красиво поет, или я красиво хожу там возле, где-то по берегу моря. Поэтому нужно что-то обязательно креативное и с наличием фишек. Что и, собственно, Леня готовил долго, не спал недели-две. Я знаю, он очень старался. И работа будет технически непростой. Как и с песнями, очень сложно переплюнуть уже то, что было, например, как «Имя 55». И я думаю, что сейчас как раз песня, наверное, потому, что это все-таки второе такое «Имя 55». Второе, второй такой хит вот такого же масштаба, мне кажется. И клип я думаю тоже будет. Ну, надеюсь, надеемся мы все. Виктория пишет, как вам удалось совмещать концерт и личную жизнь? И была у вас такая возможность? Не удается совмещать, потому что, например, у моего мужа съемки программы «Еда и люблю тебя». И он сейчас находится в Черногории. Виделись мы недели-две назад и увидимся аж 2-го или 3-го июля. Я страдаю и очень скучаю по нему. А ты как? Как твоя жизнь? Ну, мне полегче. У меня сейчас жена в Киеве. И как-то мы приезжаем в Киев, конечно, видимся, аж мы живем вместе. Вот. Ну, сложно, но это же издержки профессии. Я точечки рисую просто. Это, кстати, что-то означает по психосоматике. Это сложно, но я же говорю, привыкли уже. Это не первый тур, в который мы едем и так уезжаем. Поэтому жена привыкла. Но мы очень сочувствуем нашим вторым половинкам. Ну, вы вообще верите, да, в любовь на расстоянии? Так и понятно. Я не верю. Не верите? Это правда. Я такой и говорю, Вова, посмотри, посмотри эту конференцию. Я не верю в любовь на расстоянии. На самом деле мы вдвоем очень переживаем по этому поводу и понимаем, что на самом деле так жить нельзя. Конечно, нужно что-то постепенно менять. И мы хотим чаще, не дай бог. И мы хотим чаще быть вместе. И для этого постараемся что-то сделать. Может, я к нему каким-то образом буду вороваться. Но из-за того, что у нас такой сумасшедший график, на самом деле все из-за нас. У нас проблемы. Из-за того, что время стекло простым плодоразмом. Другой по времени стекло, да, собственно, просто. Два мальчика, одна девочка, смотри, такой комплимарент. Старишь по срединке, ну, пускай. Классно. Но все равно как-то ирина сессия. Такие, вы в одной стране, а мы в другой стране. Вот нет. По телефону вообще. Наоборот, нет. Вот когда он стал ездить, я перестала его вообще ревновать. Это классно. Вот ты доверяешь, мы на телефоне в день, ну, я не знаю, сколько мы созваниваемся, ну, раз 10, наверное. Мы переписываемся, фотки перекидываем друг к другу. Мы постоянно на связи. Хрися пишет, какие у вас планы на лето, чи собираетесь со своими коханами кудись поехать, почитать? Да, конечно. У нас будет отпуск, мы его вывели, вырвали. И счастливые поедем, не скажу, когда отдыхать. Куда? Вот Лешка уже, вот, расскажи. Ну, я собираюсь в Европу. Много говорить не буду, чтобы не сглани. Все-таки хочется поехать. Поэтому, ну, Европу. Европа, попаду на пары фестивалей музыкальных. То есть, такой, очень культурно обогащающий год. Я пока что не знаю, мы либо в Турцию, либо тоже куда-то в Екатуре поедем. Ну, что, Турция? Да, поэтому. А вы, кстати, вместе парами никуда не ездили еще. Мы, кстати, раньше, мы раньше так делали. Потом, да, мы настолько просто часто стали вместе. Не, я был рад видеть Бог. Нет, я не хочу. Нет, нет, нет. Подусматривать. Подусматривать. Нет. Нам нужно действительно отдохнуть друг от друга, потому что мы видимся каждый день с утра до ночи. То есть, мы больше с Лешей сейчас муж и жена, чем с нашими половинками. То есть, это вообще ненормально. Нужно побыть отдельно и отдохнуть. Ну, часто ругаетесь или нет? Или уже прошел такой период? Слёшься? Да, Слёшься. По-разному бывает. Но обычно это какие-то бытовые моменты. Ну, то есть, это не вопросы работы. Это как... Ну, это стандартная ерунда, потому что всегда капризные девушки, тем более, когда они артистские. Всегда мужчины, артисты, которые идут на уступки. Правильно? Нет. Я недавно Лёше говорю, «Лёш, ну покушай, покушай». Я начал психовать. Он не ест ничего. И я сижу напротив, говорю, «Лёша, ну поешь». И вся команда начала уговаривать позитив поесть, так он психанул. Обидеться. Ну, то есть, это вот мелкие очень достаточно ссоры, потому что в большинстве, в большинстве мы вообще не ругаемся. И в большинстве случаев это какая-то очень короткая и мимолетная ссора. Напомнишь, мы недавно поругались, и потом сразу начали нормально общаться, и я подумала, вот, наконец-то мы достигли уровня. Да, нужно уметь находить компромисс. Да. Ну, вы, да, больше уступаете Наде? Или кто-то не? Наверное, Лёшин больше уступает. Он вообще самый неконфликтный человек из всей нашей команды. Я быстрее проблемы просто отпускаю. Да. Я больше близко к сердцу это воспринимаю, а Лёша, действительно, он быстро переваривает проблему, отпускает её, и ему в этом плане легче жить. Мы все это выучимся у него. А не было такого периода, когда группа была на грани расхода? О-о-о, нет. Нет? Был? Нет. Да, не было. Но я помню момент до «Песня имя 505», когда мы хотели выпустить хит, и я помню, прямо мы были в Турции, и ты, я, и Ира, наш продюсер, мы общались и говорили о том, что так, если мы сейчас не сделаем хит, то всё, то группа распадает. Да, как бы был такой момент, но это, я думаю, что и был толчок, на самом деле, к созданию чего-то нового. И вышла песня имя 505. Да, прямо по ПТ. Поля пишет, вот хотели каждый начать свою сону крию. Я думаю, что, в принципе, и у позитива она может быть, и у меня, но пока группа находится в таком успешном состоянии, об этом думать бессмысленно просто. Пока же у нас всё хорошо, но я бы с удовольствием когда-нибудь поработала в сольной певице, и чтобы позитив работал вместе со мной над моим музыкальным материалом. У каждой творческой личности, мне кажется, у каждой творческой единицы всегда присутствует такое желание, и это нормально. И когда-нибудь, конечно, каждый должен самовыражаться самостоятельно, и вот именно в сольном каком-то проекте. Кристина пишет, Надя Позитив, чиплануй ТВ и детай. Ну, я не знаю, как нами, но есть такие мысли у меня и у жены, и, наверное, в ближайшем времени начнём над этим работать. Ну, конечно же, они есть, потому что, понятное дело, что для женщины самое главное всё-таки это семья. Когда это произойдёт, мы не будем загадывать, мы с тобой обычно говорим, как Бог даст, но может быть через пару лет. Ну, всё-таки в контракте есть, да? Нет, нет, у нас нет никакого контракта, в котором указаны... Вот такие вот такие вот бредовые пункты. Почему бредовые? Потому что... Ну, я не представляю, какому же человеку запретить рожать ребёнком. Мне кажется, что человек, который составляет такой контракт, он упадёт куда-то в отношения. А если бы у тебя была залётная история, то как бы это было? Залётная история. Ну, то есть, типа, нет, сделай аборт. Ну, да, ну, то есть, ну, как? Ну, я не понимаю, поэтому... Слава Богу, у нас такие продюсеры, которые понимают, и Потап сам артист, и он никогда нам ничего не запресён. Настя пишет, Надя, все мы знаем, что Вова Аласова называет тебя Утя, а как называешь ты им? Как? Утя тебя, Вова. Да, да, да. А я называю... А как вы называете им? А-а-а... Ну, я вовно... Ну, как все, знаете, как Котя там. Я в основном Котя. Котя, алё. Привет. А ты как? А, кстати, Лёша, хлебобулочными изделиями называют Аню, булочка, бублик. Это так смешно. Я говорю, почему? Почему именно булки, Лёша? Ну, что такое? Кролик, Весь. Иногда кроль бывает. Кролях. Ну, как-то просто тоже ласково. Как-то поразно. А друг друга как вы называете? Это есть текущий у вас? Я его называю Пасик, а Лёша меня Дудо. Ну, то есть... Я не обидел. Дудик. Дудик. Так... Пасик и Дудик. Вот Мира пишет. Два друга Пасик. Да не вопрос читателей. Мира пишет. Спасибо. Расскажи о своей жене. Какой вопрос? Ну, я думаю... Не знаю, рассказать. Давай быстрее. Это сложно и долго, и мы, тем более, мы здесь не для этого собрались. Ну, ты читателей спрашиваешь, что интересуется. Ну, вы можете зайти на ее странице в Вонтакте, познакомиться с ней, пообщаться, и получить ее, какая она, узнать ее поближе. Такой еще вопрос спрашивает. Как вы встретили своих вторых половинок? Что-то так интересует личная жизнь. Никакого музыкального вопроса. Очень много вопроса. По брикаделам мы не можем... Эээм... Что? Какой вопрос? Как вы встретили? Я встретил Аню на... Мы вместе... Тайстово? У одноклассницы отдыхали вместе где-то, или тусовались. Еще в школьные годы. Вот. Совместная какая-то общая компания, общие друзья у нас были. И потом как-то мы на пару свиданий сходили пару раз, увиделись. И пошло-поехало. Я познакомилась с Вовой в поезде, когда мы ехали вместе на концерт. И я помню, что первая ушла спать, он так зашел к нам в купе, сказал, я женюсь на тебе. И закрыл дверь и ушел. Ну вот. Через неделю мы уже жили вместе. Да. Это очень много. Да, кстати. А Вова с позитивом пели всю ночь. Пойду. Но он дошел до. Он был трезвый, поэтому все нормально. Катя пишет. Привет, Надя, Леша. Желаю хорошего настроения. Вот такая самая прикольная сплетня про вас. О. Сплетня? Что Леша гей? Была такая сплетня, что Леша гей? Но совсем не гей. У кого такая сплетня была? Даже, на самом деле, а, да, да, это, кстати, какой-то канал из наших украинских каналов, кто отпустил такой сплетень. Да. Да, в Гиммарине была такая. И как ваши родные реагировали на это? Да, сплетни есть сплетни. Они всегда должны прикалывать, и не больше. Никак не знаю, я говорю, это жестко. Надя была беременна. Да, я помню, я просто пообедала. Вышли фотографии. Просто пообедала, и меня сфотографировали, ну, как я стою, но чуть-чуть расслабилось животного. С кем не бывает, и меня сфоткали, и мы уже Ленадя. Я была беременна, но и таких статей было, но штуки три. Я подумала, у меня уже трое детей, наверное, есть где-то. И уже, наверное, привыкли, да, к таким сплетням, да? Да. Нормально, да? Но вообще, мне кажется, что мы самая нескандальная группа. Да нет, просто последнее время, просто в принципе, с появлением настолько, ну, в общем, насколько доступна сейчас наша жизнь именно в интернете, если говорить о наших личных страничках, социальных сетях, то мне кажется, уже, ну, мы каждый день рассказываем о том, что у нас происходит, как происходит, и уже просто такая пришла, пришла такая эпоха, уже пора, когда нет вот этого настолько конкретно, там, папарацци, вот как раньше было, да? Когда ты ничего не знаешь о человеке, и видишь только фотографии, которые... Слава Богу. Что? Я подумала, что, слава Богу, что не ловят, знаете, не фоткают. Да, потому что ты же сам себя фоткаешь, я там умираю, я в больнице, я там то, я там это. Ну, и тоже спеть идут, тоже слухи так расходятся. Я недавно сфоткал себя под капельницей, ну, и просто ходил на капельницу, витаминки капал, вот, ну, а там уже в социальных сетях взрыв произошел, все звонят моей жене, говорят, что случилось с ним, умирают, что-то не так, береги здоровье, вот, я подумал, больше такого нельзя делать, потому что пошел очень сильный кибиш. Витя пишет, чем будете заниматься в старости, у тебя есть планы уже? У меня меняются, мои планы, ну, где-то раз в пять год, и мои желания, мои цели, поэтому я представить себе не могу, чем я буду заниматься в старости. Это может быть школа вокала, это может быть продюсерский центр, это может быть все, что угодно. Это старость, после 60-ти. Ну, слушай, ну, многим, знаешь, не мешают. Ну, старость. Инвеженно. Ну, что, нянчить, гнуков, конечно же. Я думаю, я буду... И путешествовать! Я очень хочу, чтобы в нашей стране... В старости очень сложно. Я очень хочу, чтобы в нашей стране это было принято, потому что очень многие европейцы, американцы, они именно живут-живут, работают-работают и в старости начинают путешествовать. Ну, это сложно, знаешь, в давлении. Ну, почему сложно? Ну, точно так же сложно и на рынок ходить нашим бабочкам и дедушкам, и затаскивать на этажи эти пакеты. Поэтому, мне кажется, гораздо проще путешествовать, чем заниматься этим. Я буду заниматься благотворительностью, например. Я буду помогать животным, бездомным. Буду помогать бездомным людям. Ну, что-то такое, что-то очень доброе. Надо продюсировать молодых. Это не в старости, я думаю, что... Это в ближайшем времени. Это в ближайшем времени сделано. А в старости уже такое, что-то очень душевное. Спасибо.